Здравствуйте! В эфире Севастопольского телевидения новости. В студии Ольга Деменчук. И сегодня в программе. Крещенское побоище в Киеве, недовольные принятыми Верховной Радой законами, пошли на штурм. Есть многочисленные жертвы. Севастополю жажда не грозит. Уровень живительной влаги в Чернореченском водохранилище более чем удовлетворительный. Крещение Господне. В Севастополе верующие отметили христианский праздник крестным ходом и купанием моря. Минувшей ночью в центре столицы вспыхнули столкновения. Сотни протестующих, недовольных принятыми Верховной Радой законами, пошли на штурм правительственного квартала. Толпа поджигала служебные автобусы и избивала сотрудников спецназа. Стычки продолжились и сегодня. Как Севастополь отреагировал на столичные беспорядки? В репортаже Александра Толкачевой. В центре Киева продолжаются столкновения. Казалось бы, мирная веча закончилась настоящим побоищем в центре столицы. Вход против правоохранителей. Пошли коктейли Молотова, слезоточивый газ, арматура и выломанная на ходу тротуарная плитка. Уличные бои шли всю ночь и продолжились утром. И сейчас сторонники евроинтеграции бросают спецназ булыжники, а на центральных улицах растут новые баррикады. В свою очередь, министр ОМВД Виталий Захарченко разрешил Беркуту применять спецсредства и оружие. Пострадавших, по последним данным, свыше 100 человек. Более 60 из них – сотрудники милиции. Большинство госпитализированных находится в тяжелом состоянии. В захваченных зданиях, в трех зданиях, сегодня находится около 1700 хорошо экипированных подготовленных боевиков. Более 700 – это уже эксперты по организации гражданской войны, по организации партизанской войны в условиях города, в условиях государства. Психологи работают ежедневно с ними. Цель одна – мотивировочная составляющая. В том, что они герои, в том, что назад дороги нет, в том, что они мессии, они спасители нации. По словам народного депутата, радикально настроенные сторонники оппозиции останавливаться не собираются. Максимальной эскалации конфликта власти ожидают, предположительно, на День соборности Украины. В Севастополе уже градус такой политической активности равен нулю. Вообще интересно, просто за что они существуют. Вот что самое главное. То, что подрывает бюджет Украины, это очень страшно. Да кто такой собрался там на Майдане? Луж в пень какая-то. И кто ими руководит? Видно, что управляют этими людьми тремя, а уже и их подчинением. Все-таки за кордоном управляет Америка, управляют католические страны. Город продолжает жить своей обычной жизнью. Все предприятия и учреждения открыты. Правоохранители работают в штатном режиме. А вот спецподразделения из Ровной Одессы, которые в ночь на 20 января готовились выход в столицу, заблокировали сторонники Евромайдана. Чтобы найти выход из кризиса, руководство страны согласилось на переговоры с оппозицией, которые могут начаться уже сегодня. Александра Толкачева, Деливер Меджитов. Программа «Наше время». Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко призвал организаторов и участников ожесточенных столкновений в Киеве немедленно прекратить их. Все происходящее глава ведомства назвал угрозой национальной безопасности Украины. Необходимо негайно прекратить массовые заворушения, которые сопровождаются насилием, подпалами, погромами и в основе своей несут загрозу национальной безопасности Украины. Это не просто хулиганство. Это злочин против державы. Звертаюсь до лидеров оппозиции. Откличьте своих прихильников из улицы Грушевского. Поясните неприпустимость в чинении массовых заворушений. Закон и Конституция – это основа демократичной державы. И не можно ані с законом, ані с державой разговаривать мовою ультиматумов, каменья и коктейльов Молотова. На пакет законов, принятый Верховной Радой, в четверг, 16 января, отреагировали и западные политики. Они назвали его самым репрессивным, который был принят каким-либо европейским парламентом за последние десятилетия. Украинские же депутаты такими документами гордятся. Об этом заявил Вадим Колесниченко на встрече с журналистами. На пресс-конференции народный избранник дал подробные разъяснения новым законам. С подробностями Наталья Твульцина. Вадим Колесниченко рассказывает, некоторые проекты списаны с европейских. Они уже не один год там успешно применяются на практике. К примеру, в большинстве стран запрещается участие в демонстрациях, в масках, использовании пиротехнических средств, открытый огонь, оружие. Согласно закону, принятому Верховной Радой и подписанному президентом, теперь и в Украине участие в массовых акциях с использованием средств нападения или способов маскировки влечет наложение штрафа или административный арест, пояснил Ордеп. Во Франции за это, по-моему, до пяти лет лишения свободы. В Германии и Польше до трех лет лишения свободы. У нас пока внодится норма до административных штрафов. Ну, потому что с чего это нужно начинать? Никто никому не запрещает носить шлемы на здоровье. Но если ты находишься в мире демонстрации, и лицо у тебя закрыто маской, тряпкой, чем угодно, тебя нельзя сфотографировать, это обозначает, что ты нарушаешь закон. Чистая европейская норма. Вадим Колесниченко рассказал, согласно поправкам в УПК, срок до пяти лет теперь можно получить за участие в блокировании зданий, обеспечивающих деятельность органов государственной власти и объединений граждан. Проголосовала Верховная Рада и за меры усиления защиты персональных данных судей и правоохранительных органов, а также членов их семей. До пяти лет лишения свободы. Потому что это нарушение закона о личной информации. Это раз. И второе, это попытка оказать давление, оказать воздействие на госслужащих с целью получить выгодное для себя решение. Предусматривает законную уголовную ответственность за клевету. В законе написано следующее, что заведомое распространение ложной информации наказывается либо штрафом, либо в особых тяжелых случаях, когда человек обвиняется в тяжком преступлении, два года из прав работы. Навести порядок решили и на проезжей части, говорит нардеп. Теперь движение в автоколоннах с более чем пятью машинами без согласования с МВД наказывается штрафом или лишением прав на один-два года. Причем с изъятием автомобиля. Мы примерно подсчитали, что пять машин еще можно обогнать. Все, что идет больше, их обогнать просто невозможно и без риска для своей жизни. Почему нужна колонна, согласованная с милицией? Да потому что тебе определяют маршрут, который минимально будет мешать работе других участников транспорта. Это первое. И второе. Если автоколонна идет долго, ее просто через определенный период времени сгоняют с дороги для того, чтобы пробка, которая за ней состоялась, рассосалась. Все делается в интересах людей. Несли в законы понятие иностранных агентов. Его относят к украинским общественным организациям, которые финансируются из-за рубежа. Теперь они обязаны регистрироваться и ежеквартально представлять отчет о получении средств. Откуда деньги пришли и на что расходуются, рассказывает Вадим Колесниченко. Предложенные документом и механизмы закрытия, либо наказания владельцев блогов, социальных сетей, интернет-форумов, сайтов, на которых пользователи распространяют экстремистскую информацию, призывающую к террористическим актам и противоречащую закону. Мы должны фиксировать провайдера, он получает лицензию и несет персональную ответственность по поводу того, что там происходит. Эксперт оценивает и принимает решение, что нужно этот сайт заблокировать. После этого хозяин сайта обращается в суд и в суде уже суд оценивает, является эта информация экстремистской, либо не является. Если он почитает, не является, сайт будет опять работать. Подводя итоги встречи с журналистами, Вадим Колесниченко отметил, принятые законы по максимуму приближены к европейскому стандарту. Наталья Двуцина, Денис Александрович, программа «Наше время». И к другим темам. Госадминистрации состоялась очередная коллегия. На этот раз ее посвятили рассмотрению нюансов бюджета 2014. В этом году на нужды города планируется потратить более 2 миллиардов гривен. Каковы основные статьи расходов, знает Владимир Сорогин. Бюджет 2014 года будет больше предыдущего, заявляют городские власти. Причем сумму запланировали рекордную – 2 миллиарда 46 миллионов гривен. В прошлом году миллиард 960 с лишним миллионов. Мы недовыполнили доходную часть всего на 9 миллионов. Если вы помните, два года назад у нас бюджет сводный городской был миллиард 600, я округляю цифры. То бишь мы за полтора года добавили 400 миллионов. То в этом году бюджет, который мы выносим на обсуждение и на принятие сессии – 2 миллиарда 46. Как и в прошлом году, бюджет направят на социальную сферу. Выполнить его будет сложно, но, возможно, считает начальник финансового управления Ирина Нестерова. Основными источниками наполнения станут налог на доходы физических лиц, земельные отчисления и финансовые вливания из госбюджета. При этом расходы не превысят доходы. Бюджет сбалансирован, утверждают чиновники. Согласно документу, на 65 городских программ планируется потратить 360 миллионов гривен. По сравнению с предыдущим годом на 23 миллиона выросли затраты на образование. Планируется провести капитальный ремонт 82 учебных учреждения. Общие, с учетом средств, централизованно выделяемых государственным бюджетом на ремонт пришкольных площадок. На 35 миллионов увеличится финансирование здравоохранения. Более 40 миллионов хотят направить на социальную защиту населения. 20 миллионов планируют выделить на спорт, на нужды жилищно-коммунального хозяйства. Направят 126 миллионов. В их числе более 35 миллионов пойдут на капитальный ремонт жилья. Более 76 миллионов бюджетных средств руководители города хотят потратить на строительство. В проекте бюджета 2014 года предусмотрено 6 миллионов 80 тысяч на капитальные затраты по ремонтам, по округам. Из чего они складываются? Из 80 тысяч так называемого депутатского фонда по капитальным ремонтам на каждого депутата. 76 депутатов. Уже 23 января проект основного финансового документа планируют вынести на бюджетные слушания. До 27-го у госслужащих и руководителей комиссий Горсовета будет время согласовать нюансы. Само же голосование по бюджету 2014 запланировано на 28 января. Владимир Сорокин, Виктор Кислицын. Программа «Наше время». Севастополю жажда не грозит. В Чернореченском водохранилище живительной влаги предостаточно для потребностей города. Уровень воды выше прошлогоднего, а значит переживать не стоит. В день крещения Господня на самом большом водохранилище Крыма побывал Дмитрий Слезовский. Чернореченское водохранилище – уникальный комплекс. Его построили в 1954 году по личному распоряжению Иосифа Сталина. Сейчас от уровня воды в этом водоеме зависит жизнедеятельность Севастополя. Городские власти утверждают, уровень воды гораздо выше, чем в прошлом году. Хотя сторожилы говорят, живительной влаги раньше было столько, что вот эти сооружения были полностью под водой. Несмотря на то, что сейчас бетонные кольца стоят на суше, город недостатка воды не ощутит, уверены чиновники. Владимир Ицуба говорит, в прошлом году была проведена работа по подготовке запасов жидкости в водохранилище. В прошлом году мы вместе с Юрием Васильевичем, вместе с Советом, еще приняли решение. 2,4 миллиона выделили из резервного фонда для того, чтобы пополнить запасы водохранилища. Рассчитывают специалисты на природные запасы, лежащие в горах. Директор водоканала говорит, когда сойдет снег, уровень воды станет еще выше. Мы имеем объем воды водохранилища 18 миллионов. С раннего с прошлым годом на 2 метра уровень воды выше, чем в прошлом году. Благодаря тому, что в 2013 году были выделены деньги госбюджета, мы смогли саканулировать здесь порядка 6 миллионов кубов воды на этот год. И надежда таковы, что город будет с водой. Мы вам обещаем, что все жители города Севастополя в летний период не будет проблем с водоснабжением. Еще примерно 7 миллионов кубов воды находится в запасах снега, который находится в горах и будет находиться. Так что есть уверенность в положительном обеспечении водой Севастополя в этом году. Сейчас водохранилище заполнено примерно на треть. Всего же водоем может вместить 64 миллиона кубических метров жидкости. Дмитрий Слизовский, Олег Ивашенко. Программа «Наше время». И это не все новости понедельника. Далее вы увидите. Гигантский сладкий подарок. В День Автономной Республики Крым в Симферополе представили самый большой в мире торт. Крещение Господне в Севастополе верующие отметили крестьянский праздник крестным ходом и купанием в море. Спасти жизнь. Фонд социально-экономического развития Севастополя продолжает реализацию благотворительной программы. День Автономной Республики Крым В Симферополе на одной из центральных улиц города разрезали 100-килограммовый торт в виде флага автономии. Кулинарное изделие стало самым большим в мире. Бисквитом с вишнями и пизе могли полакомиться все желающие. 19 января весь православный христианский мир отмечал крещение Господне. В Севастополе праздничные службы прошли утром во всех храмах, в том числе и в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Во второй половине дня состоялся чин освящения Чернореченского водохранилища. А 18 числа крещенский обряд прошел в штабе Черноморского флота России. Подробности у Елены Корнауховой. 18 января таинство освящения воды провели в штабе Черноморского флота Российской Федерации. Протеиурей Александр Бондаренко ослужил молебен, на котором присутствовали офицеры, матросы и гражданский персонал штаба. После этого будут освящены все помещения штаба Черноморского флота, чтобы Господь своей благодатью просвещал, умножал любовь, силу духа и крепость. И самое главное, чтобы каждый, так как воинское служение – это жертвенное служение, укреплял военнослужащих на этом служении по защите нашего Отечества. 19 января тысячи людей пришли к Свято-Владимирскому собору в Херсонесе, чтобы помолиться и осветить воду. Ведь считается, что в этот день она наполняется чудесными свойствами, которые сохраняются в ней на протяжении нескольких лет. Хрещение – это вообще святость, это святой праздник для всех. Я всегда хожу сюда на хрещение, освящу водичку, пойду к морю, окунусь в море. Это очень большой праздник. Мы пришли воду сегодня посвятить. Пусть будет вода такая чистая, праздничная на весь год. После Божественной Литургии в Свято-Владимирском соборе состоялось освящение воды. На праздновании крещения Господнего присутствовали и власти города. Я уже не первый раз здесь, и заметно людей больше. Людей больше, потому что люди в Севастополе отлично понимают, что только в единстве, только вокруг христианства мы можем объединиться. Это единственная святыня, которая объединяет все политические партии, всех людей, все конфессии, всех людей, которые искренне верят в хорошее, доброе. Священнослужители, казаки, прихожане и жители Севастополя прошли крестным ходом от Свято-Владимирского собора до берега Черного моря, где состоялся чин освящения акватории. После этого все желающие смогли окунуться в воду, а их было немало. Десятки людей с радостью ныряли в январские волны. Стараемся каждый раз купаться на крещение, не пропускать такого события. Ощущения очень хорошие, как будто заново родились. Вообще не холодно. Здоровское ощущение. Я чувствую себя отлично. Вода хорошая. Купайтесь, не бойтесь. Он даже сына послала. За купающимися верующими следила группа спасателей. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям разбили палатки, чтобы в случае необходимости обогреть и оказать первую медицинскую помощь нуждающимся. Выставили посты здесь, в Херсонесе. Здесь работают водолазы, здесь работают наши аварийно-спасательные отряды с помощью плавсредств, для того, чтобы этот праздник прошел безопасно, без всяких, чтобы не оборочил никого. 19 января, кроме акватории морской, традиционно осветили и пресную. Чернореченское водохранилище. Традиционно мы в Севастополе совершаем чин великого освящения воды на Чернореченском водохранилище. У всех в домах будет освященная богоявленская вода. Эта традиция, замечательная традиция, она позволяет нашим севастопольцам, и особенно севастопольцам, которые не могут в этот день прийти в храм, инвалидам, людям с ограниченными возможностями, получить воду сегодня из крана в своих домах. Благодаря церковному обряду, который провел Сергий Халюта, жители Севастополя смогли набрать освященную крещенскую воду прямо у себя дома, просто открыв краны. Елена Карнохова, Дмитрий Слизовский, Олег Ивашенко, программа «Наше время». Сделая ребенку праздник, в Белокаменном провели одно из самых массовых мероприятий для детей. В нем приняли участие свыше 200 юных севастопольцев. Без подарка с торжества никого не отпустили. Мероприятия в Центре физического здоровья населения подготовили специально для юных горожан. Праздник приурочили ко Дню Крещения Господня. При поддержке главы города Владимира Яцуба и первого заместителя председателя Федора Рубанова, организаторами торжества выступили госадминистрация, депутатский корпус, представители партии регионов. Сегодняшнее мероприятие приурочено к акции «Добро детям». Мы поздравляем детей возрастных категорий от 2 до 4, от 5 до 9, от 10 до 14 лет. Во всех таких мероприятиях мы, прежде всего, пропагандируем здоровый образ жизни. Это, прежде всего, необходимо самим детям, для того, чтобы быть занятыми во внеурочное время, для того, чтобы было меньше соблазнов увлекаться какими-то вредными привычками, ну и так далее. Ну и, конечно, спорт. На праздники каждому ребенку организаторы вручили подарок, а творческие коллективы Центра подготовили концерт. Торжеством остались довольны и дети, и взрослые. В основном мне понравились подарки. Мне понравился вокальный ансамбль, очень хорошо поет. Весело было. Мне большой подарок дали, самый первый. Родителям всегда нравится, когда их детям дарят подарки, а тем более еще и концерт был для наших детей. Большое спасибо. Очень понравилось. Хотелось бы еще побывать на таких концертах. Я, на самом деле, не ожидала, что такие мероприятия происходят. Ну, столько народу, выступления всякие. Очень понравилось. Очень благодарна за это партия региона, что позаботились о наших детях, что провели такой праздник. В общем, большое им спасибо. Этот праздник для детей стал одним из самых масштабных. В мероприятии приняло участие свыше 200 юных севастопольцев. Наталья Двойцина, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Фонд социально-экономического развития Севастополя продолжает реализацию программы «Спаси жизнь». Проект направлен на оказание помощи нуждающимся в экстренном лечении жителям города. Кто на этот раз получил сертификат и необходимые средства? Смотрите далее. Анна Романюк работает буфетчицей во второй городской поликлинике. Живет на минимальную заработную плату вместе с мужем, дочкой и тремя внуками. Дочь Алена год назад серьезно заболела. Врачи поставили диагноз – онкология. Девушку положили в больницу. Для лечения потребовалось немало средств, которых у семьи не было. Тогда супруги приняли решение обратиться в фонд Павла Лебедева. Так получилось, заболела дочь. И у меня тяжелая ситуация в семье была. Муж после болезни онкологической. И просто безвыходная ситуация была, конечно, безденежья полная. Огромное всем спасибо. Мне очень помогли. Мы выкрутились. Сейчас операция прошла. Готовится химия. Ну, даст Бог, пройдет все благополучно. Программа «Спаси жизнь» инициирована Павлом Лебедевым в 2012 году. Основная цель проекта – оказание экстренной помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Партнеры проекта – аквапарк «Зурбаган», курортный комплекс «Аквамарин», предприятие «Доктор Дельфин» и «Азерит». Кроме того, средства собирают в ходе различных проектов. Один из них – конкурс детского рисунка «Гордимся тобой, Севастополь», в рамках которого был проведен благотворительный аукцион. Гостями аукциона куплено более 40 работ на сумму 10 195 гривен. И все эти средства были перечислены в фонд программы «Спаси жизнь». То есть сумма не очень большая, но одному человеку, еще одному человеку мы смогли таким образом помочь. И очень приятно, что в таком мероприятии приняли участие самые юные жители нашего города, дети, которые своим трудом, своим творчеством тоже внесли свою небольшую лепту в спасение чьей-то жизни и в развитие культуры благотворительности в нашем городе. В 2014 году реализация программы «Спаси жизнь» продолжается. И это была последняя информация нашего выпуска. Всего вам доброго и только хороших новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!